Доброго времени суток, братья и сестры! В прошлый раз мы с вами говорили о требованиях к молитве. Мы говорили о том, что нужно молиться с чистыми руками, с доброй совестью. Сейчас я хочу поговорить с вами о трудности одного из текстов, в частности 15 стиха. Также будет все в течение пяти минут. Давайте мы помолимся. Божий Небесный, Богослови нас во имя Иисуса Христа. Увидеть и разуметь эту мысль, которую ты хочешь сказать через этот текст. Аминь. Итак, 15 стих написано. Впрочем, спасается через чьи дородия, если будет в вере, любви, святости и целомудрии. Возникает вопрос. А что, спасение разве через дела? Ну, мужчины там спасаются верою, а что, женщины через рождение детей? Можно так взять, вырвав этот текст из контекста. Мы с вами говорили в прошлый раз, что здесь написано о требованиях к молитве. Написано, что жена учится в безмолвии со всякой покорностью. Нельзя вырвать это из контекста. Это в контексте требований к молитве. Пускай они молятся, пускай мужчины молятся, пускай молятся женщины. Опять же, это все в контексте первой главы, где сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись. Где сказано, что Тимофей должен сражаться с чистой совестью. Где сказано, что есть люди, которые потерпели кораблекрушение в вере. И вот здесь апостол Павел подходит к молитве. Я, по крайней мере, не хочу вам диктовать, но могу сказать вам три варианта интерпретации этого текста. И ни один из них не включает в себя спасение через деторождение. Спасение женщины через деторождение. Итак, первый вариант спасается через чьи дородие. Означает, что апостол Павел говорит, что да, женщина согрешила. Женщина там в Адемском саду первая, кто взяла от этого плода, кого искусил сатана. В то же самое время апостол Павел дает некое оправдание для нее. Ведь все-таки там в обетовании к ею, в ее наказании есть и обетование. Что через нее придет Иисус Христос. И здесь апостол Павел отцелает. Он говорит, молитесь, чтобы все люди спаслись. В то же самое время спасение пришло через рождение. Иисус Христос родился через женщину. Поэтому она не спасается сама, а принесла спасение для тех же мужчин, которые должны молиться без неба и сомнений. Это первый вариант. Женщина, через женщину пришел Иисус Христос. Второй вариант. Вариант то, что женщина как мать, как роженица, родив дитя, она воспитывает детей во Христе. То есть это опять же в контексте добрых дел. Помните, да, сказано, что женщина должна молиться и подкреплять свою молитвенную жизнь по слушанию мужу и добрыми делами. В контексте семьи. И женщина, она как раз в контексте семьи воспитывает тех детей, которые даны ей Богом от мужчины. И вот она воспитывает и ведет их к спасению. То есть спасается через чьи дороги. Имеется в виду то, что спасает детей через воспитание их во Христе. В то же самое время, да, очень часто возникает вопрос, так сколько же должно быть детей? Сколько же рожать детей? Там вопрос контрацепции, не контрацепции. Не хочу поднимать этот спорный вопрос. Но могу дать такой ответ. Сколько должно быть детей? Ровно столько, сколько вы сами уверены, что приведете их ко Христу. Или приведете, вот, воспитаете их добрыми христианами. Ровно столько. И третий вариант, который мне ближе всего, это вариант, когда апостол Павел, говоря о мужчине, начинает переходить к требованиям, да, какая должна быть у мужчины молитва с чистыми руками, без гнева и сомнения. Переходит к молитве женщины. Женщина должна быть скромной, женщина должна быть послушной, подтверждать свои молитвы добрыми делами, учиться в безмолвии. И здесь он понимает, что в церкви будут мужчины, которые начнут, ну, гнобить женщину. Они будут ее унижать, ну, не то, что в плане, там, обзывать, да, а в плане того, что, ну, ты ж первая согрешила, вы ж, вот, все беды-то из-за вас, все беды-то, это вы виновны. Вот, если б не Ева, если б, там, она не взяла бы плод, однако эти люди забывают, что и Адам равно, равнозначно взял этот плод. И Апостол Павел, понимая, что вот этот вот, ну, мужской вот это вот действие, да, может, может привести вот к тому, что мужчина начнет надмиваться над женщиной. Тогда Апостол Павел вводит вот этот вот облегчающий фактор. Он говорит, что, ну, да, женщина согрешила первая Ева, да, первый взял плод, однако у нее есть то, что мужчина сделать не может. Она способна родить, она способна дать жизнь, да, и Ева как раз потому и названа Евом, что от нее жизнь. Она дала жизнь человечеству, и через женщину как раз и пришел Христос. Это мы подходим опять вот к еще одному пункту, да, о котором мы говорили, вот к первому, да. Через нее пришла жизнь, через нее пришел Христос, который и есть истинная жизнь. И в то же самое время материнство женское, да, оно способно воспитывать детей во Христе. Спасается через чьи дороги. Речь идет не о спасении женщины в вопросах вечности, а о спасении данной человечеству, о спасении, да, как вида человеческой жизни и о спасении, как воспитании во Христе детей. Каков вот трикчитателя мы должны с вами, ну, они точнее, да, то есть первый читатель должен был осознать, что, ну, есть требования к женщине, и женщине нужно где-то смириться, мужчине надо где-то смириться в том числе. И все-таки понимать, что от женщины произошла жизнь, от женщины пришел Иисус Христос, от Марии пришел Иисус Христос. Сердце Божье, Бог не хочет, чтобы мужчины добивались над женщинами. Мы равны по своей, по своих, ну, наверное, как сказать, по своим обязательствам, может быть, да, равны в вопросах спасения по Богогадателю. Но в то же самое время, да, у нас разные функциональные обязанности, да, вот, и это нужно понимать, которые не унижают и не возвышают одного над другим. Поэтому мужчины должны молиться, женщины должны молиться, мы должны уважать друг друга. Женщины почитать своих мужей, без молвы и учаться от них, мужчины, не унижая женщину, любить и заботиться о ней, если это, там, семейный, да, вопрос, то как свою собственную плоть. В церкви то же самое, да, не унижая женщин или женского достоинства. От нее пришел Христос. Помолимся. Боже Небесный, благослови нас на жизнь во Христе. Благослови нас молиться с чистыми руками, без гнева и сомнения. Благослови нас ценить вот эту женскую доброту, красоту в церкви, понимая, что от нее пришел Христос. Господь благослови. Благослови также воспитывать детей во Христе. Пусть женщины, мужчины, все это оказывают влияние на детей. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.